Спасибо за то, что сегодня у нас состоялась конференция. Как нам известно, буквально на днях у нас была рабочая поездка на территорию Российской Федерации, а именно рабочая группа в составе пяти депутатов Народного Собрания Парламента Республики Атхазия приняли участие в расширенном заседании в Государственной Думе. Значит, у нас получается, что темой и повесткой нашей встречи в Государственной Думе был вопрос о передаче от директора Российской Федерации и порядке его использования. Именно имеется в виду вопрос о артификации, касающейся автористовской госдачи. Исходя из вышесложенной, я хочу сразу подчеркнуть тот момент, что мы на самом деле начали нашу встречу с того, что поблагодарили наших российских коллег за предоставленную возможность на столь высоком уровне среди-абхазской дирекции. Значит, с российской стороны на нашей встрече председательствовал заместитель спикера Государственной Думы товарищ Неверов Сергей Иванович. Также присутствовали депутаты Госдумы. Это Ашкал Тарьонович, Константин Федорович Затумин, Атополов, который в Госдуме возглавляет комитет по обороне. Значит, с автхазской стороны, как мы уже озвучили, было 5 человек. Делегации Барцит, Лакербая, Квартия, Хутаба и товарищ Харази. Мы поехали туда, но эта поездка, по сути, носила консультативный характер. То есть мы поехали туда для того, чтобы озвучить имеющиеся проблемы, которые у нас и муссируются и в обществе, и в наших зданиях, и в наших коллегах. То есть все те препятствующие моменты и факторы, которые нам мешают в решении данного вопроса. В первую очередь, конечно же, было отмечено, что мы, являясь дружескими государствами, стратегическими партнерами, мы не видим тех препятствий, чтобы ни с одной, ни со второй стороны создавались решения вообще таких-либо вопросов между нашими правительствами. Но обозначили, я ярко выражен, каждый из депутатов выразил свою позицию. Я сейчас депутатам говорю, не буду каждый скажет, как он воспринял эту встречу и что у каждого из нас было сказано. Я в свою очередь в выступлении озвучил тот факт, что в первую очередь у нас в обществе многое не понимается касаемо именно самой ратификации данного соглашения. Почему? Потому что есть ряд проблем, которые вообще были изначально допущены. В данном соглашении речь идет непосредственно о координатах, которые ошибочно были указаны по морским территориям. И плюс они уже там выходили за пределы. То есть земельный участок, где получался по морским координатам, они выходили за пределы своих границ. Также нам было озвучено, что весь этот пункт смущает опять-таки все наше население республики. Значит, отсутствие в данном соглашении статьи, а именно в статье пункта, который ограничивает передачу при заключении соглашения с Федеральной службой охраны, там отсутствует пункт, который не позволяет передавать данный объект третьим лицам. То есть это на самом деле всех нас беспокоит, и мы эту позицию озвучили. Помимо представителей Государственной Думы, присутствовали профильные ведомства, это ФСО, непосредственно подписанты нашего данного соглашения, представители МИД Российской Федерации. Наши коллеги в лице товарища Неверова заверили, что они нацелены на то, чтобы данное соглашение было в правильном виде, значит, ратифицировано, и они во всех этих направлениях, во всех этих вопросах, которые сегодня оставляют за собой, да, вот недоговоренности, там мы не понимаем, если есть ли нарушения, то есть мы должны их, конечно же, исправить для того, чтобы этот документ в правильном виде подавался. Они нас заверили, что ими также будет это все поддержано, они максимально хотят все вместе, чтобы у нас получилось в данном соглашении внести изменения. МИД, в свою очередь, также выразил, что, по ноте МИДа, кстати, хочу отметить тот факт, что министр иностранных дел Республики Абхазия, где-то тоже провел большую работу в этом направлении, была, значит, нота МИДа между нашими ведомствами, а именно, значит, в Абхазской МИДа говорилось о том, что обнаружены несоответствия координат точек координационных, именно касающихся именно морской глади, и также, значит, вот эта вот статья, которая не позволяет передачу объекта третьим лицам. На что МИД Российской Федерации ответил, что на предложение абхазской стороны обнесения изменений в данное соглашение, значит, на передачу собственности Российской Федерации данного объекта на территории Республики Абхазия, они принципиально возражения не имеют, и не против того, чтобы эти изменения относились. Впоследствии я хочу озвучить еще, ну, это так, для информации, да, если вы мне позволите, я тогда зачитаю протокол нашей встречи, для того, чтобы было ясно более конкретно, что там обсуждалось и к чему мы в результате пришли. Значит, с Абхазской стороны, это в течение дискуссии, в течение нашего общения, обмена мнениями и своими переживаниями, то есть в такой же русской обстановке мы пришли к одному результату. Я вот сейчас хочу зачитать, да, вот, значит, с Абхазской стороне также было предложено, да, рассмотреть возможность ратификации подписанного соглашения в существующем виде с одновременным принятием постановления Народного Республики, Народного Собрания Республики Абхазия, в котором будет закреплена необходимость доработки соглашения в части корректировки координат передаваемой территории и добавления пункта о невозможности передачи ее третьим лицам, присутствующие на совещании представители Федеральной службы охраны России и Министерства иностранных дел Российской Федерации подтвердили, что предложение абхазской стороны относительно помянутых изменений, значит, возражений не имеет российская сторона. И мы, понимая, что уже, значит, если у нас есть такой вариант решения вопроса, мы сказали, что по приезду домой, в Суббик Абхазия, мы подключим юристов, мы соберем необходимых специалистов для того, чтобы они возможности рассмотрели. Возможно, это будет постановление, возможно, это будет некий протокол либо оговорка, но в ратификации, если, наверное, это юристы больше скажут, некие применимые и неприменимые, значит, дополнительные документы, которые могли бы нам позволить все-таки в правильном виде подойти к решению этого вопроса. Ну и мы все вместе выразили желание и пожелание в том, что у нас еще есть много, ряд больших, серьезных вопросов, которые между нашими правительствами должны заключаться. Они нам также помянули о том, что в ближайшее время планируется приезд высоких, больших, высоковоставленных людей, первых лиц, значит, Государственной Думы Российской Федерации. Ну и сказали о том, что ситуация связана с этим соглашением, то есть не решение этого вопроса, оно тоже создает определенный негативный фон и решение тех вопросов, которые у нас насущные сегодня в ряду стоят. То есть было бы неплохо, чтобы этот вопрос уже был решен, для того, чтобы можно было двигаться дальше. Это исходя из того, что российская сторона им озвучила. Я хочу задать здоровье, что я сейчас могу frase. Можно правильно или говорить? Ну иia, 你们, которые были с Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Могу сказать вам больше. Я, например, тоже не смотрел координаты и не думаю, что у кого-то из вас были те координаты, которые заложены были бы правильно. Там есть моменты. В целом, значит, все было сказано правильно по поездке и так далее. Один нюанс только, почему нам показалось важным, что в Думе. Потому что Дума это та структура власти России, в которой мы всегда находили понимание. В самое тяжелое время, во время войны, когда санкции против нас готовили. Нас никто не понимал так, как понимала тогда Верховный Совет по Думе Российской Федерации. И мы просто обратились к ним. Все мы понимаем, что попали в ситуацию, которая не позволяет ратифицировать данное соглашение. Если вы считаете, что есть какая-то возможность юридическая, вы нам подскажите, а мы будем над этим думать. Они нам подсказали по их версии. Ну, тут уже несколько иное мнение у нас. Потому что я, например, выслушав то, что говорилось там, я хочу послушать наших юристов. У меня есть свои убеждения определенные. Я хочу послушать наших юристов. Мы должны четко и ясно понимать, что это не первое и не последнее соглашение, которое мы будем ратифицировать. Вот. И надо не дать повод для какого-то прецедента, который потом будет служить неким примером. Поэтому для меня, конечно, очень важно, что скажут наши юристы. Также внутри Государственной Думы дополнит постановление. В этом постановлении уже отобразить те пункты, которые будут подлежать дальнейшим изменениям. Но у них это возможно. Теперь надо понимать, насколько это проявлено к нашему законодательству. И сегодня уже задача такая стоит. Вы, естественно, вопросом занимаемся. Но в ближайшем не ждем они тоже результата возможности этого постановления. Либо другого, может быть, там, может быть, протокол или отговорка, которая подводила бы эти изменения учесть. И потом все-таки обязательно те ведомства, которые должны будут за это отвечать. И все-таки чтобы эти изменения претерпели, значит, свое решение в данном соглашении. Еще хочу почувствовать такой момент, что, обсуждая этот вопрос, то есть в лице товарища Неверова, они сказали, что за день до нашей встречи этот вопрос обширался со спикером Государственной Думы, товарищем Головином. Где они, каждый в постной форме, сказали, заверяют вас, что мы все вместе будем гарантом, потому что эти изменения будут в этом соглашении. Все встанет на статьи, которые мы сейчас встречаем. А также представитель ФСО подтвердил о том, что не будет, значит, после подписания этого соглашения, третьим лицам, то есть не будет передаваться этот ответ. Или они нас в этом заверяют. МИД выразил тоже свою уверенность в том, что они в срочи применят все усилия для того, чтобы, значит, координаты и по статье, о которой мы говорим, что изменения тоже. То есть это все было сказано, конечно, в глуштной форме, а мы теперь думаем над тем, как это все в порядке, георгически обдать это все. От себя также хочу добавить, что наши коллеги из Старственной Думы сделали нам определенное предложение, которое, как мы вам сейчас и рассказали, мои коллеги, мы обещали его рассмотреть здесь, у нас в Амхазии с участием остальных коллег. Помимо этого мы также сделали свое предложение, предложили изменения, от которых мы добивались, допустим, чтобы те же самые подписанты дополнительный протокол уже сегодня подписали. И здесь уже потом мы вместе с ратификацией соглашения рефицировали уже и изменения для того, чтобы у нас были гарантии. Ну, я разговаривал отдельно еще с представителями и ФСО, и представителями МИДа, у них была немножко скепсис, но я уверен, они в любом случае передадут, наверное, своему начальству наше предложение и посмотрим, будет ли это более конкретно. Друзья, вот смотрите, есть такой вопрос, значит, есть договоренность уже подписанная, между правительством и последним ФСО. Есть понимание о том, что вообще какая процедура. Если есть желание у обоих сторон, до того, как ратифицируется, если есть желание обеих сторон, всегда можно этот договор распаковать, нести туда изменения и согласовать все за и все против, прийти к общему мнению и подать дальше, как говорится, на ратификацию. Честно говоря, мы вот в этом вопросе, конечно, с ними разошлись. То есть они что предлагают? Они предлагают, значит, нам принять, как есть его часть, а потом, значит, сделать некий... Мы предлагали, ребята, здесь предлагали, то есть до того, как принять, отдельным, значит, как говорится, протоколом, нести изменение в протокол и приложить протокол действующего соглашения. С чем они и согласились? Они предлагают нам другой вариант. Принять, как есть, но, извините меня, если я уже, как есть, принимаю, есть логика, значит, ты с ним согласился. Завтра какие изменения ты можешь вносить, если ты уже его принял? Ты, если говоришь, что это неправильно, но понимаешь, что неправильно ты принимаешь, это логическая, значит, цепочка. Если ты его принимаешь, значит, ты его уже принял, ты с этим согласился. Но не это главное, они предлагают потом, значит, сделать постановление парламента, что мы потом будем что-то менять. Вообще это, наверное, ну, я такого вообще не понимаю. Я юрист тоже, другое дело, может, не практиковался непосредственно какими-то конституционными делами, но имею опыт работы в парламенте, я знаю, что такое иерархия, да, есть международные договора, есть постановление парламента. Постановление парламента, оно работает только для наших внутренних дел, для Абхазии. И то оно не всегда, как говорится, имеет силу, она может держать. Конечно, она обязательно к исполнению, но она больше имеет такой рекомендательный характер, да. Как мы можем влиять на международные договора, которые у нас стоят выше, мы никак не можем влиять. То есть это нереально, эти вещи, я это не понимаю, как это вообще возможно сделать. И потому, в моем понимании, в моем понимании, это неправильно. Я разговариваю. Кстати, я все-таки, вот, если бы, наверное, подтвердят, все-таки самое главное, что вот, какая наша цель, все-таки, наша повестка была, концентрирована наше мнение, чтобы услышали. Я думаю, что в таком виде, в таком концентрированном мнении, наше мнение, значит, российская сторона еще не слышала, да. Это самое главное, что бы мы сделали первым долгом. У них тоже время есть, у нас тоже время есть, нам спешить, и куда. Мы, наверное, найдем все-таки, я надеюсь, что мы все-таки, и они нас должны понять, слушайте, мы же никого не гоним в сухой даче. В конце концов, мы не обнимаем. Мы еще в 95-м году им отдали, мы же не просим их уйти, то есть, там проблем нет у всех. Если есть юридическая проволочка, значит, надо ее обсуждать, и не спешить с этим. Я считаю, что спешить с этим нельзя. Сергей Иванович Неверов мне показался очень такой, ну, очень интеллигентным, очень хорошим, во всяком случае умеющим выслушать человека. То же самое, хочу сказать, значит, Андрей Валерьевич Картополов, тоже человек, который умеет и выслушать, и какие-то, наверное, выводы сделать. То же самое, кстати, я не могу сказать Константину, все-таки Затулину, потому что мы его считаем всегда большим другом в Абхазии. Может, какая-то излишняя агрессивность Константина Затулина для меня не объяснить. Теперь, вот то, что вы вопрос задали. Если все-таки будут настаивать и могут вынести, попросить, там, например, вас, вынести на парламент, на ратификацию. И это тоже, кстати, это я озвучиваю, сказал, ну, один, как Иван Иванович, меня иногда поправляет. Самое интересное, что иногда слышишь. Да, иногда, да. И так мы стараемся, старшего поколения слушать тоже. Я сказал, возможно, возможно, что в таком виде по-моему, значит, соглашение не пройдет. И потому я попросил, давайте не спеши, давайте еще раз подумаем. Потому что и смысловое наполнение, и совсем, например, для меня это приемлемо. Мы все-таки говорили, кстати, значит, Эл. Витальевич, мы вообще забыли о тех людях, о которых мы всегда говорили. Это вообще нигде не отражено. Мы, это наши граждане, их интерес вообще нигде не отражен. Да, даже в этом соглашении. Потом особые, которые мы статус хотим и выкинули, тоже для меня непонятно. Ну, ладно, это уже рабочие моменты. Значит, Неверов сказал такую вещь. Это в конце. Ну, много говорили. Потом, поймите, мы все, конечно, не можем сказать. Все детали разговора, поймите, мы, может, очень хотим, но, во-первых, уважение нашим коллегам. Разные там разговоры, высказывания были в общем. Мы эти все вещи, конечно, не сможем вам это сказать, потому что есть какая-то политкорректность, друг Богу, уважение, мы все это не будем доводить. Значит, Сергей Иванович Неверов сказал такую вещь, когда я вот и говорю о том, что, возможно, может не пройти в таком виде. Он сказал, Карл Валерьевич, конечно, вы можете его принять или не принять. Это было последнее его слово. И для меня, что важно в этом разговоре, что он сказал, да, вы можете принять или не принять, конечно, в садах останется, он сказал. Но из-за этого мы отношения с Абхазией не будем портить. Из-за этого у нас, значит, все наши договоренности ранее достигнуты. Как работали, так будут работать. Ну, что нам делать? Значит, пойдем по-новому заново готовить документы. Честно говоря, меня это больше всего устраивает. Потому что, если начнем заново, тогда мы более детально все эти вопросы изучим, чтобы устраивало обе стороны. Нельзя делать так, чтобы только нас это устраивало. Это должно быть и российское условие устраивает, и нас устраивает. Для этого надо более углубленно подойти к этому вопросу. Я считаю, что это было бы правильно. Более того, что я вам хочу сказать. Этот сегодняшний договор, о котором мы говорим, он не входит в тот перечень, принятый договором, значит, в большом договоре, в рамочном договоре, его там нет. То есть он в рамках этого договора находится так, что на какие-то наши договоренности он никак не может влиять. То есть это отдельно вынесенный вопрос, его можно обсуждать. Из-за этого Россия, Абхазия дружить не перестанет, друг друга поддерживать не перестанет. Вы знаете, сегодня идет, что происходит на Украине, между Россией и Украиной. Вы знаете, что наши ребята там воюют, наши ребята там погибают. И мы, в последовательном случае, мы правильно подходим к этому вопросу, мы поддерживаем Россию. Так что, когда есть какие-то анимации, но это нельзя как подавать, как проедию какую-то между Российской и Абхазской стороной. Нет, это просто вещи, которые недоговоренные. Это надо просто разговаривать, общаться и выходить в эту ситуацию. Расширена территория в стране с тем, что она была на самом деле. Насколько? Очень много. И российские коллеги как? Что говорят? Эта ошибка случайно допущена? Или как? Как получилось? До знания не проводилось. Они ее признают, говорят, что это технически получилось так. Они ее как техническое считать не могут, потому что она на самом деле отображает всю суть самого соглашения. Если меняется территория, значит мы не о том, что с ними разговариваем. Но они ее признают, что это как человеческий фактор имеет место быть. То есть при заключении этого соглашения координаты учитывались изначально одни, но по определенным обстоятельствам вышло вообще по-другому. То есть они от себя эту ответственность не снимают. Они говорят, что мы понимаем, что эти координаты были не с ним неправильно, и мы сегодня все подтверждаем. А кто относил координаты? Ну это совместно, я не знаю, сейчас я на этот вопрос не могу ответить. Кто именно, Абхазская, Российская страна совместно это делала? Ну я не знаю у нас специалистов таких, которые могли бы нам не догнать даже только наши права сейчас. Да, если можно, от себя также добавлю, что там получается они как где-то приобрели, так и где-то потеряли по территории государственной дачи. Вот, но эта проблема затрагивает эти новые координаты, неверные координаты. Они затрагивают там некоторую часть, небольшую часть города Питсунда. Да, также затрагивают. Ну что, например, очень важно, наверное, часть дороги из Питсунда-Литзаву. То есть понятно, что в таком варианте это невозможно отдавать. Можно такой вопрос? Какой-то есть у вас срок обозначенный, какое время понадобится на эту работу? Когда вы проведете консультации с юристами и сможете понимать, будет ли это дополнительно, либо вы себе не ставите никаких сроков, вы будете работать сколько потребуется? И начали проводить их, собственно, вчера с первого рабочего дня. С юристами мы вчера встречались, и с юристами из МИДа, и с юристами из администрации президента. Мы пытаемся понять, насколько это возможно. И насколько предложение с российской стороны вообще возможно применить в нашем случае. То есть у нас тоже мнения на этот счет разнятся. У кого-то уже сформировалось мнение на этот счет, у кого-то еще не сформировалось. Но я думаю, определимся, я думаю, в ближайшее время. В конституционный суд вы будете обращаться с данным соглашением? Или вы отказались от этого вопроса? Я думаю, что мы не будем к этому вопросу обращаться, потому что у нас в парламенте мы этот вопрос не обсуждали на том уровне, чтобы принять решение, чтобы обращаться. Вы направили в конституционный суд свой запрос. Да. Конституционный суд сказал, внесите изменения, вы неправильно, у вас неправильная форма подачи. Форма подачи, да. Форма подачи. Внесите изменения, Пришлите еще раз, мы ответим. Вам неинтересно, соответствует данное соглашение Конституции или нет? Мы так восприняли, что Конституционный суд не хочет этим вопросом заниматься. Наверное, так я полагаю, потому что формировка кого-то смущает. А по сути, наши юристы говорят о том, что там есть соответствие, то есть в этом нет проблем. Я, насколько помню, говорю сейчас. Нет, сейчас вы говорите, Конституционный суд не хочет отвечать. Сейчас давайте не будем готовы. То есть вы не хотите знать мнение Конституционного суда о соответствии данного соглашения Конституции? Я не хочу знать, я, наверное, хочу знать. Вы просто в парламенте этот вопрос меня обсуждали, чтобы по фронту направлять. Мы его озвучим. Все присутствующие здесь прекрасно понимают, что Госдума не является той структурой, об этом уже сказано, которая участвовала в составлении документа, обсуждала его. То, значит, мы попали туда в поисках, так сказать, возможности выхода. И, ну, свою версию они нам предложили. Еще раз повторюсь. Эта версия была предложена, это не есть догмат для нас. Все-таки у нас есть наше законодательство, у нас есть наши юристы. Если есть какая-то возможность, было бы неплохо. Но если такой возможности юридической нет, мы должны, чтобы текст соглашения соответствовал тем требованиям, которые ставятся. Я хочу сказать, что я сейчас говорю только о тех вопросах, которые были внесены через НОПУ. Те вопросы, которые были поставлены через парламент, о тех вопросах, которые мы ставили. Там фактически два вопроса, это координаты и невозможность передачи третьим лицам. Значит, инициатива исходила из парламента. Да, его инициатива была, но тамида нашего пошла после обращения парламента. Вот это те два момента, на которых мы, так сказать, которые мы оседлали. И мы сегодня очень хотим, значит, в отличие от тебя, я не юрист, и я не могу, значит, судить, насколько это все соответствует. Хотя примерно могу догадываться, что это такое. Значит, ну если наши юристы скажут, что юридически это вообще невозможно никаким путем, значит, надо думать о другом. Не исключено, что текст соглашения, который уже будет с учетом, новый текст соглашения, чтобы мы его инициировали. Я такое тоже не исключаю. Но это еще раз повторюсь в том случае, если наши юристы скажут, что другого решения пути нет. Сейчас напрямую связывать наше общение в Госдуме. Я, наверное, это неправильно будет. Мы доверяем своим коллегам. Другой вопрос, совпадение или не совпадение, но неважно. Сам факт вообще интересен, потому что наш выезд и наш заезд обратно в Республику Абхадия, оно было согласовано. Все-таки это может быть не официальная поездка, но она была рабочая, согласована. То есть все структуры должны были нас подпроводить, значит, и проконтролировать наш выезд и заезд. Ну, выезжали мы хорошо, за здравие, а заезжали почему-то за упокой. Вот так-то очень странно все это произошло, раз как вы уже это все знаете, и прокомментировать не могу. Мы готовим письмо, сейчас я расскажу. Значит, мы готовим письмо. Я, например, непосредственно разговаривал уже с министром и странных дел Иннала Марзинба. Мы подготовим письмо. Я думаю, что он обязан, значит, ноту подготовить российской стороне и вручить, потому что это не, во-первых, ну, это факт такой, который нельзя оставлять без, как говорится, реакции. А непосредственно что произошло, мы подъехали, нас почему-то попросили выйти с машины, пройти по общему, значит, признанному паспортному контролю. Хотя, как дипломаты, как парламент, как, значит, согласованная делегация, мы не должны с машины выходить, нас на месте должны проверить и отпустить. Ну, было первый раз, когда вы езжали, было так, обратно, нас попросили пройти. Ну, для меня это было, конечно, с первым сигналом. Пока ждали машину, видно было, что какая-то проблема. Геонид Иванович, как человек, уже с опытом, он почувствовал, что что-то неладное, пошел разбираться, что там происходит. И его попросили, значит, проверить содержимое его личной, как говорится, дорожной сумки. То же самое Хутабар, то же самое, значит, и Абхасу Валиковичу. Ну, честно говоря, это было очень оскорбительно со всей стороны, потому что это согласован, еще раз говорю, наш выезд был. Ну, в конце концов, депутат парламента, представляющий дружественную страну. Более того, значит, у меня был дипломатический паспорт, это вообще, как бы, обязывает их как-то еще более деликатно к этим вопросам относиться. Потому что, если это паспорт, признанный Российской Федерацией, так как мы сами признаем все документы Российской Федерации по договоренности, такого рода отношения вызывают очень много вопросов. Я, естественно, как-то постарался добиться того, чтобы и доказал, что они не имеют права на личное, как говорится, пространство проверять. Но в данном случае, для него все-таки человек взрослый, в силу своей воспитанности, он сказал, ну, родного, если вам так это нужно, я постараюсь. Вообще, конечно, для меня это было очень оскорбительно. Все равно взрослый человек, он, в конце концов, был премьер-министром в Абхазии. Все время они его там встречали, ФСРО, сопровождали. Сегодня, да, он, может быть, не премьер-министром, но не менее ответственное место занимает, где он народный сбранник. Что значит? Откроем сумку. Так вы все равно вас проверяли? Нет пограничников. Это как-то, знаете, в голове мне не укладываются такие вещи. Для меня это было сворченность. Если это еще нас молодых, ну ладно. Вообще, КАШУ, значит, ладно. Это не ладно. Мы депутаты такие же, да, может, по возрасту мы помладше, но мы в таком же статусе. И никому такой подход непозволительный. Недопустимо. Мы считаем, что это вообще мешает нашим отношениям, в развитии наших дальнейших отношений. Но касаемо наших коллег, мы вообще не сомневаемся. Коллеги нас хорошо встретили, мы к ним с уважением, они к нам с уважением. У нас вообще вопросов нет. Я не знаю, кто там постарался. Видимо, есть другие силы. Кто как бы... Не, ну, в данном случае, коллеги, кстати говоря, наши по парламенту, они услышали, что мы никаких ответов не даем. Мы выслушали их ответы, там это исключено. Но я просто хотел сказать, я запамятовал один момент. Мы выходили из машины, когда мы ехали сюда, сдавали паспорта. Но там в тот период стояли вот будочки вне вот этого контроля, как называется... Не в общий зал. И в общий зал. Тут они уже не стояли. И то, что пройти надо было через общий зал, меня не напрягло совершенно. Поскольку другого системы контроля паспортного не было. А вот дальше то, что пошло с багажом... То есть мотив был такой, надо было взять багаж и с багажом пройти. Но мы эту границу пересекаем столько раз, такого не было. Леонид Иванович, ну вы же задали вопрос, с чем связана такая дополнительная проверка. Вам что-то ответили? Нам скажут, что это процедура. Они устал начали. Это устал. Начали защитывать устал. Я не встречаюсь, что по усталу так есть. Потому что иногда, когда отдыхающие переезжают, да, и заставляют вытаскивать багаж. И с багажом они идут, что всегда меня удивляло. Но такого не было. Я не вижу. У меня своя версия есть произошедшего. Я сказал, она более локальная. Взаимоотношения вот там. Я же рядом, что ли. Может кому-то вожа не туда попала в этот день. И мы оказались... То есть у меня такая версия. Я не вижу никакой признамеренности на политическом уровне. Я не вижу в этом вообще. В Границе сталкиваются не только депутаты, но и обычные граждане Абхазии, которые открыто сказывались против подписания этого соглашения. Нет, это очень широко. Да. Очень многие граждане, которые открыто выступали против ратификации отношения, сталкиваются с задержаниями, трудностями и давлением при пересечении границ. Как ТМИ это озвучивается? Не объясняется абсолютно причина задержания. Снимается лишь на то, что просто есть какие-то соответствия, например, что... Я думаю, это очень интересно. Эти соответствия... Ну, активисты движения Харахпи Цунду непосредственно. Я не верю, что в этой ситуации я вам могу это рассказать. Мы были бы очень благодарны, потому что активисты движения Харахпи Цунду очень часто теперь стали с этим сталкиваться. До этого проблемы не было. Отводятся... Вот при пересечении люди отводятся в кабинку, им не задают никакие вопросы, им ничего не объясняют, говорят, что вам нужно подождать здесь. Это проходит где-то минут 40, и после чего они получат какой-то звонок и разрешение на то, чтобы ребят отпустили. У нас также есть другие вопросы, которые нас беспокоят. Это касательно того, что мы теряем юрисдикцию на собственной территории. Это права жителей ЛДЗА, это уведомления, например, российской стороны при пересечении границ сухопутных, морских. То есть они фактически в соответствии с данным соглашением могут не уведомлять, не согласовывать никак с нашей стороной пересечения. И нас это действительно беспокоит. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы это обсуждать в рамках теперь предстоящих встреч с вашими юристами? Да, что касается прав человека, нарушения прав человека, жителей ЛДЗА, они уже обращались не разу и в парламент, и к уполномочиям по правам человека. То, что вокруг их домов выстроили ограждения, поставили контрольно-пропускные пункты, посещать их можно только по паспортам. Это все еще, я напомню, территория находится под нашей юрисдикцией, насколько это вообще законно и почему этот вопрос игнорируется. И еще один момент, это касательно капитального строительства и заповедника. Нас тоже это беспокоит, потому что по данному соглашению мы знаем, что капитальное строительство подразумевает собой не только, например, ремонт тех зданий, которые уже есть, но и постройка новых. И поскольку все объекты, которые будут возводиться, ремонтироваться, или уже есть, переходят, собственно, с Российской Федерации, то мы, по сути, теряем право на эти территории тоже, потому что у нас судьба земли будет следовать судьбе того объекта, который на ней расположен. То есть фактически мы никогда не вернем эти земли обратно, потому что на ней будет уже стоять тот объект, и этот объект всегда будет принадлежать российской стороне. И мы сейчас как бы ведем договоренность с нынешней властью, но власть будет меняться, и мы не можем никак отследить этот момент или прогнозировать его, нам нужно это учитывать тоже, наверное. Ну что мы можем сказать? Все ваши опасения, они абсолютно справедливы, но в соглашении так записано. Именно из-за того, что оно в этих вопросах, и не только в этих противоречиях нашему законодательству, мы включаем процесс ратификации, и наше законодательство так требует. Обычно это всегда так и происходит. Сейчас я не в защиту этого соглашения, но в свое время так же, когда даже госдачу это устроили, это тоже была территория заповедника. Они сделали как выделение, позволили там строиться. И тут вопрос такой, да, либо мы на это согласны, либо мы на это не согласны. Каждый из нас для себя определяет те рамки, те рамки, которые он может позволить, то есть да и как он будет голосовать. Несходя из этого соглашения, все эти процессы, они в любом случае будут согласованы с обхазской стороной. Там соглашение-то прописано. То же самое, что касается заповедной, да, зоны. Но оно, наверное, будет выпадать, да, получается, если это. Я не знаю. Ну, то есть это в любом случае соглашение, само по себе подразумевает, что российская сторона, когда она берет, значит, территорию в аренду. В собственность. Нет, территорию именно земли. Она вам объяснила, что в собственность. Речь идет о собственность. Земли не в аренду. Земля у нас идет в аренду на собственность. Она говорила о строительстве. Я хочу сказать, что за заповедник тоже там вопрос звучал. Я хочу сказать, что та земля, которая будет отходить в аренду, российская сторона обязуется его на надлежащем виде содержать, так как оно должно быть в первоначальноском виде. То есть все насаждения, все, которые живут в деревьях, там есть, они обязуются сохранять это все в первоначальном, в данном виде, так сказать. И когда речь идет о заповеднике, мы не можем говорить, вот мы согласны или не согласны, но у нас есть законодательство, которое запрещает строительство капитального на территории заповедников. И это очень беспокоит нас, в том числе. Но это не говорит о том, что мы должны запускать. Да я не смотрю на эту тему. Я просто о другом говорю. Вот я сейчас средничаю, да, ну, начиная с 14-го года, посмотрите, что в Писуне творится. Когда это было, что ты едешь по Писуне, вся левая сторона, вся застроена, все вырублено. Вы что это не видели? Я сейчас не вукрек говорю. Мы видели, кстати. Ну что это такое? Проще с нашими, если вас забрать. Никогда этого не было. Никогда этого не было. Нет, друзья, давайте так скажем. Я здесь не согласен. Что было в 14-м году? Мы что, живем в прошлом, что ли? Мы должны снова жить в настоящем и будущем, друзья мои. Давайте не будем оглядываться. Оглядываться, если будем, каждый из нас ошибки делать. Мне сейчас просто говорит молодежь, мне это на самом деле очень нравится. Но в таком плане? Я не раз говорил, да, возможно, 95-й год устаревший. Возможно, несоответственно, сегодня и времени, и духу. Но там основные вещи были заложены. Владиславом Григорьевичем Артем. Я за это говорю. Давай не листочить. Может быть, мы этот договор переработаем новый. Более-менее приблизим, скажем, тому договору в 95-м году. Если даже в собственность мы готовы отдать, но я не согласен с одной вещью. Но наделять особым статусом, я вот это не понимаю. Что значит? Наделить особым статусом. Там, где наша юрисдикция работать не будет. Это вообще непонятно для меня. Говорят, скажем, тот же момент по Акватории. Какие проблемы у нас по договоренности, по ограниченным договоренностям, они и так его контролируют. Они по-другому фактически в Евгии находятся. Зачем надо было нам, как говорится, отдельно Акваторию выделять? Потому что самое интересное, до 2020 года в этом договоре не было Акватории. Но появилась почему-то в час. Что? В чем проблема? Что случилось? Есть вопросы, очень много вопросов. Как я говорю, политика, это искусство компромиссов. Я все понимаю. Я, может быть, даже как апрадоксально относящий к этим вопросам, готов, но любит, обсуждать. Но мне как минимум непонятно особый статус. Мне непонятно треки лица. Мне непонятно вот эти координаты, которые вы видели. Мне вот тот вопрос, скажем, если нет юрисдикции Абхазии, естественно, они, имеющие объекты, восстановят. Но они захотят строить новую. По договору мы не можем им запрещать. Что построить, надо вырубить что-то. Как это построить? Ты же не построишь, пока не вырубишь чего-то. Слушайте, а тогда где закон об особо сохраняемых территориях? И вот здесь вопрос, кстати, поставленный уважаемым резидором, становится вопросом, а насколько соответствует Конституции? Вот здесь вопрос становится. Кстати, касаемо вот этого запроса, у меня, например, готовый запрос есть. Я как-то готов обсуждал, но тогда почему-то не захотели это слушать. Обоснованный. Значит, мы там указали статьи, которые на нас сидят, статьи, которые не соответствуют Конституции. И на сегодняшний день мы его на официальном бланке парламента Банкадурии, но не поставили число. Понимая, что, возможно, на тот момент мы не могли это, значит, вопрос обсудить. Но в любой момент мы можем вставить число, зарегистрировать. Более того, уже более 10 депутатов под это письмо уже подписались. Если завтра, может быть, если даже необходимость в этом будет, мы можем продолжить сбор подписи, 18 человек, и выносить нас на сессию. Но я надеюсь, что до этого мы не доведем. Может быть, возможно, мы, как бы, все-таки по тому пути, который говорил Геонид Иванович, в принципе, мы пошли. Давайте попробуем, если там что-то получится, если мы можем как-то привести к тем, значит, вопросам, которые мы старались. Или же, я другой выход вижу. Значит, вынести нас заседание парламента, не принять, и тем самым пойти по новому пути. То есть, заново подготовили же, более детально все эти вопросы проработать. Потому что я не вижу спешки. Нет, спешки нет, осадок. Осадок, да. Уровень осадка. Да, да, уровень осадка. Как в Живарском водохранилище, там были, так и делали. Так что, я там, у нас желание есть, мы вопрос не ставили, что мы не готовы. Ни один абхаза вопрос не ставил. Я не помню, чтобы кто-то сказал, что мы не хотим, чтобы там российская герасимия была. Я не помню такого вопроса, я не днятный, не знаю.